Добрый вечер! В четверг состоится заседание Совета администрации Алтайского края по вопросу о развитии системы дополнительного образования детей. Эта сфера входит в компетенцию так называемых майских указов президента России. В пятницу будет торжественно отмечено 100-летие потребительской кооперации на Алтае. Также в пятницу будет названо имя лучшего предпринимателя Алтайского края по итогам ежегодного конкурса. Тут обрати внимание на тему заседания Совета администрации края. Вроде как тема эта и не глобальна, но согласно заявлениям Народного фронта, край в этой сфере доп. образования отстает. Мол, мало кружков и секций, особенно бесплатных. А сфера эта регулируется, если что, майскими указами президента, за исполнение которых с регионов требуют строго. Вот и будут в край у нас это подтягивать. Но главной теме. Вот признайтесь, сколько у вас кредитов. Поднимите, так сказать, руки. У кого ни одного кредита, а всего один, а два и больше. Вот тут и оно. Алтайский край на третьем месте в стране по количеству кредитов на человека. Их у нас в среднем по два. Еще хуже то, что больше половины, а именно 57% от своей средней зарплаты, жители нашего региона вынуждены отдавать на покрытие долгов. По оценке экспертов, приемлемый уровень кредитной нагрузки не более 40%. Данные по краю переведены на портале банки.ру, ссылка на экспертов. Есть и другие источники, конечно. Но в целом тенденция понятна при расходении цифр. Кредитов у нас с вами много. Отдаем мы за них большие для нас деньги. И это при росте цены общей, в общем, невеликой стабильности. Да в чем же дело? Что же за напасть такая? А все очень просто. И все замыкается в какой-то круг. Деньги кредитные берутся там, где не хватает денег зарплатных. Пусть и не в смысле дотянуть до конца месяца, хотя бывает и это. А накопить хоть на что-то. Кстати сказать, по той же статистике, сумма получаемых нами кредитов ниже, чем по стране. Ну это, по крайней мере, дает меньшую сумму задолженности. В среднем жители региона берут на руки от 117 тысяч до 130 тысяч рублей. Тогда как типичный показатель для России 214 тысяч. Кроме того, в Алтайском крае средняя сумма ипотеки не дотягивает даже до 1 миллиона рублей. При стоимости жилья не меньше, чем в других регионах. То есть катастрофы не произошло, может быть, потому, что берем сравнительно немного. А много нам и не дают. И платим-то мы сравнительно регулярно. Тратим большую часть зарплаты, напомню. А при этом продолжаем брать кредиты. Активность в их выдаче в мае выросла. После того, как несколько месяцев была практически ничтожной. Это значит, что продолжаем гонять себя в кабалу добровольно. Но еще раз скажу. Вот не стоит взрослых людей упрекать легкомыслие. А может быть, у них нет другого выхода, чтобы хоть как-то улучшить свои жилищные условия или саму жизнь. Средняя задолженность жителей Алтайского края составляет 228 тысяч рублей. При невысокой средней зарплате это приближается к уровню годового дохода. То есть нашему заемщику надо работать целый год, чтобы расплатиться с долгами. А реплика сегодня звучит так. Никакой пропаганды за и против кредитов и тех, кто их берет, я тут вести не буду. Там просто замечу, тревожная статистика-то. Отмахиваться от нее, мол, сами виноваты, сами разберетесь, у власти региона, ох, уже не получится. Ведь это касается всего общества. Это далеко уже не частное дело. Надо что-то решать. Увидимся в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин